Аким Жамблской области Бердебекса Парбай провел совещание в Акимате Тараза, на котором был рассмотрен ход реализации программы «Дорожная карта занятости» и организации эффективного контроля качества ремонтно-строительных работ. Ответственная функция контроля возложена на 11 мобильных групп, созданных в каждом из городских округов. В их состав, помимо представителей местных исполнительных органов, вошли депутаты Маслихата, члены общественного совета, совета ветеранов, полицейские и сотрудники ДЧС. Аким области предложил добавить к ним экологов. Кроме того, на группы возложена задача инспектировать деятельность по санитарной очистке и благоустройству. В целом, в рамках «Дорожной карты занятости» запланировано 94 проекта, общей стоимостью без малого 17 миллиардов тенге. Откроются 405 постоянных и 5666 временных рабочих мест. В настоящее время начаты работы на всех объектах. На числу городских каналов и орычной сети направлено 178,6 миллиона тенге. На ремонт 43 автобусных остановок – 32,3 миллиона тенге. Кроме того, построят 25 новых остановок. Что касается 35 объектов долгостроя, с хозяевами 10 подписаны меморандумы. Разработаны графики завершения работ. Ликвидированы пять незаконно размещенных киосков вдоль улицы Казыбекби. Работа в данном направлении продолжается. Необходимо учесть прошлые ошибки, обратить внимание на состояние парков, скверов, фасадных новых строений, привести в порядок наружную рекламу. Руководитель управления занятостей и социальных программ Жоробек Баубеков вкратце доложил о том, какие категории населения привлекаются к реализации проектов. В частности, работу получают 2,8 тысячи безработных и самозанятых жамболцев. К городскому Акимату необходимо выполнить следующие требования. Не менее 50 трудовых ресурсов привлечь через центры занятости. Не менее 90% поставщиков должны быть отечественными компаниями. А заработная плата должна быть не ниже 85 тысяч тенге. Разработан паспорт каждого объекта с указанием местных производителей строительных материалов, у которых и нужно закупаться. Наша задача по максимуму загрузить именно жамбольские предприятия. Глава региона выразил недовольство слабыми темпами реализации программы «Инбек» – выдачи грантов и микрокредитов. Активизация данного процесса позволит снизить уровень безработицы, параллельно развивая малый и средний бизнес. Руководитель управления энергетики ЖКХ Нурлан Алдамжаров отметил, что в 2018-2019 годах заменены 18,6 километров магистральных тепловых сетей. Однако не все подрядчики выполнили свои обязательства в полной мере. Это подрядные организации, которые не восстановило дорожное покрытие на центральных улицах Тараза – Абая, Куйгильде, Кущеней. Теперь недобросовестным строителям грозит штраф. Иск уже подан. Также за счет подрядчиков проведут ремонт отдельных участков на улицах Сапытай-Батыра, Мирзаяна, Казабикби, Дулати и Камратова. Руководитель управления архитектуры и градостроительства Арман Абдешев обратил внимание на повсеместное нарушение правил благоустройства, утверждённых в 2017 году. Предприятия МСБ не занимаются очисткой прилегающих территорий, не следят за внешним видом своих объектов. Только четверть предпринимателей платят налог за наружную рекламу. Нужны единые правила. На деле же мы видим беспорядочное размещение рекламных вывесок, которые не красят улицы Тараза. В микрорайонах дома серые и однотипные. Отсутствует современный дизайн-код областного центра. У горожан должно быть любимое место семейного отдыха, комфортное и красивое. Если мы хотим, чтобы Тараз превратился в большой туристический центр, нужно строить качественно и креативно. Поэтому Акиматам надо работать в тесном контакте с архитекторами, не бояться применять новые идеи. Необходимо прекратить хаотичное строительство торговых объектов. Областная власть всегда оказывает содействие развитию малого и среднего бизнеса. Однако нарушать законы не позволено никому. Возможностей бюджета не хватит для установки освещения на всех улицах сразу. Процесс будет идти постепенно. Ещё раз проработайте состав рабочих групп. Они должны реально повысить качество возводимых объектов, пресекать нарушения строительных норм и утверждённых проектов. Подобные совещания будут проводить ежемесячно.